Есть вещи, которые в нашем обществе происходят, и происходят они к лучшему. То есть скоро будут выборы губернаторов, и вы, господа автомобилисты, сможете проголосовать. Вот как, к примеру, голосуют жители Чечни за Рамзана Кадырова. Очень мной уважаемый человек, потому что и Чечню после войны отгрохал, и, извините, транспортный налог за турбовый Туарек это 9 тысяч рублей, а не такой, как в Челябинской области, такой же, как в Москве практически. То есть, ну, умеет человек деньги зарабатывать, не на автомобилистов. Вот, то, что год мы прожили без техосмотра, хорошо это или плохо, техосмотр сейчас можно проходить. И вот обратите внимание, пункт технического осмотра фирмы «Подъемник», что на шоссе «Дачном». Нету людей, потому что вот это и случилось. То есть, прохождение технического осмотра сейчас стало в разы быстрее. На сегодняшний момент мы будем подстраиваться непосредственно под клиентов. Если нужно, мы будем работать 24 часа в сутки, так, чтобы клиент смог пройти техосмотр в любое для него удобное время. На сегодняшний момент у нас существует сайт «Подъемник.ру». То есть, вы можете зайти туда на сайт, посмотреть, записаться как по телефону, так и по электронной почте записаться, то есть, заранее. И вы можете практически в любое время пройти технический осмотр. Новый год начался. Правила, в принципе, прохождения техосмотра, ну, чуть-чуть изменились, там, милиционера у нас нету, да? Очередь здесь есть? Нету. Никакой очереди. Приехал, абсолютно пустой, в принципе, зал. Ну, практически минут, наверное, за 10-15 пройду. То есть, никакого страха, ничего нету? Да, даже ничего не опасался, не боялся, все нормально, все в порядке. Да тут и ранее все было, в принципе, просто, а сейчас стало еще и быстро. В действительности, исправный автомобиль-то проверяется моментально. Везде работает умная техника, да еще и в умелых руках. Так что время прохождения технического осмотра – это до 30 нормированных минут. И самое долгое – это, пожалуй, заполнение талона техосмотра. Здесь сейчас, в данный момент, эксперты выдают жетоны. То есть, вот заехал автомобиль, или два автомобиля, если, то есть, они могут поместиться на одну линию. Проверяются они, прогоняются, все. У граждан забираются документы. И все, тот же инспектор идет, эксперт, вернее, извиняюсь, эксперт идет, выписывает этим двоим человеком жетон. Все, выдает им документы, и все, они поехали. Они заезжают в следующую партию машин, их проверяют. Также им выписывают, все, забираются документы, выписывается жетон, и все, люди уехали довольные. Техосмотр без очереди, так получается? Без очереди, да, без очереди. Быстро, вообще удобно сейчас. Быстро приехал, быстренько сделали, все, быстро уезжает. А время сколько затратили? Да минут 10, от силы минут 10. Даже и того, наверное, меньше. Заехал, загнали, зато они сами проехали, быстренько раз, раз, все. Сейчас эталон получу, поехал домой. И в страховую, да? Да в страховую уже, можно завтра поехать. У меня до конца месяца, 25-го числа, страховая мне не окончается. Так что я успею. Мы посмотрели, что проверяется. В принципе, все то же самое. Но у владельца может возникнуть вопрос. К примеру, внезапно где-то лампочка перегорела. Ну, ручник не так фиксируется. Ему надо ехать далеко, или можно все это сделать у вас? Здесь вот эти мелкие регулировочные работы мы можем произвести на месте. Это, естественно, по желанию непосредственно клиента. Клиент вправе попросить контролера, оператора дорегулировать ему на стенде данные устройства. То есть, будь это, если это тормоза, то там, допустим, или ручной тормоз, то ее можно подкрутить. То есть, и он будет соответствовать тем нормам, которые у нас высвечиваются на приборах. Если это лампочка, то же самое ее заменить. Вопросов никаких нет. Но это, конечно, будет дополнительная услуга. То есть, она будет оплачиваться. Цена там будет самая минимальная, чтобы это не было обидно клиенту. И в чем мы непреклонны? Я имею в виду тонировка, треснутое лобовое стекло. Да, все те же самые показатели, они остались. Тонировка, естественно, значит, она точно так же остается, что должно быть чистое лобовое стекло и боковые стекла, передние лобовые стекла должны быть чистые. Хотелось бы больше предупредить, что на сегодняшний момент мы будем нести полную ответственность за это дело. То есть, никаких подложек не будет. Если водитель, то есть, пройдя технический осмотр и самостоятельно уже после технического осмотра наклеит все-таки пленку, там будут с ними решать этот вопрос уже инспектора. То есть, он будет оштрафован порядка полтора тысячи рублей. Там штрафы какие-то большие они предусматривают. Поэтому, я считаю, не стоит надумать, нужно это дело снимать. Кстати, талон, в принципе, не изменился. Единственное то, что у водителей легковушек его спрашивать не будут. Для всех остальных транспортных средств все без изменения. Радует ли то, что процедура прохождения технического осмотра теперь не маление о пощаде? Естественное. Где проходить? Естественно, в подъемнике на его фирменных пунктах. Электросети 31, шоссе Дачный 1 и Челябинский тракт 7. Ну и по телефону и через интернет. Все можно уточнить и записаться.